привет мы в крокус экспо и тут сегодня проводится автосалон автосалон ретро автомобилей и уже по парковке видно что тут собрались автолюбители вот весьма интересная тачка вон интересная тачка здесь уже на парковке можно делать обзор автомобилей мустанг билетик приобретен заходим сразу же смотрите что я вижу ягуар xj coupe 70 года 173 лошадиные силы ну это уж конечно более привычный автомобиль но тем не менее он очень красивый кто поспорит porsche это или девятьсот шестьдесят восьмой или девятьсот двадцать восьмой или девятьсот сорок четвертый я не помню точно но он напоминает вкладыши от жвачек бомби бом и всякое такое прочее 944 это не значит что напоминает игрушки детские маленькая детская железная игрушка это английский игл с.с. стоп мустанг правый руль ну салон конечно туп этот автомобиль больше вообще похож на какой-то муляж ребята это не автомобиль это лодка вот это прикол это лодка поэтому и руль справа а точнее не руль а штурвал я представляю как прикольно было бы увидеть вот такой аппарат рассекающим по волнам так а это у нас что такое ребята это стиль причем безусловный стиль еще один интересный экземпляр и это все на самом деле ржавчина то есть он искусственно состарен барда чьёк руль особенно крутой конечно это у нас автомобиль для свадеб а то есть вот такие минивэны ford сейчас выпускаются в америке но я имею ввиду не колесную база вот просто кузов но к нам их понятное дело не поставляют а вот морда точно такая же как на f-150 raptor а вот собственно уже и настоящие мустанги начинаем с этого я чувствую этот автомобиль ждет реставрация чувак скоро ты будешь выглядеть как твои собратья но пока ты выглядишь вот так все будет хорошо а а посмотрите какой рычаг переключения автомата он такой маленький ну и более новая версия ягуар xj но мы пропустили автобусы автобусы тоже довольно интересная часть этой выставки помню-помню ездили на таких постоянно каждый день только на таких-то и ездили ну и на икарус конечно же тоже звон бутылок все помнят так можно зайти а можно зайти а кто застал вот такую штуку я застал отсюда билетики я рвал а потом вот да 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 а потом тут пробиваешь удобный подоконник-подлокотник вот было мое любимое место точно 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 вот здесь ностальжи ладно выходим а вот этот автобус чаще ездил не по городу а по межгороду ну или вахты он еще и длинный но это точно межгород поехали поехали в тюрьмазы вот эти штуки я помню да 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 правда тут уже такие ушатанные да и в то время они тоже всегда были ушатанными пошли дальше ну ничего себе как высоко возвращаемся к легковым ретро автомобилям что это за модель точно волю я даже и не знал что был такой волю а это классика и согласитесь выглядит жикарно просто красавица бертоны дизайн бертоны что ли серьезно еще один швед и старенький сабик саб 99 76 года комби купе такого саба я еще не видел не ну на таком бы я ездил а на таком а это еще и купе это какой-то уникальный волю класс вот эта машина мне понравилась кстати фары очень похожи на что на жигули да уж какие же раньше оригинальные автомобили делали в плане дизайна это же просто красота а глушитель 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 Toyota Crown нет зеркала есть зеркало японская классика европейская классика не такая старая конечно его можно арендовать за 6000 рублей в сутки состояние пыжика реально очень хорошее 405 гл интересно а вот это тоже можно арендовать вот это кринж серьезно это работающие экземпляры на коврах еще посмотрите да а он еще оказывается трехколесный это наверное первый трицикл сколько здесь кринжа что это вообще за бренд такой ну и конечно же автомобиль просто топ топ то есть ну руль есть заправочная горловина есть некое подобие сиденья даже есть это кожа это кожа отстегивается кожа цепь есть это реально рабочий экземпляр но я конечно не знаю работает ли он сейчас но вообще это в принципе это не макета интересно ну и машина конечно же тоже полный кринж вот такие вот аппараты видимо когда-то кто-то выпускал очень интересно смотрите спидометр 140 пробег что 15 километров да он скрученный ключ я могу его завести прямо сейчас обошел вокруг и нигде ничего не написано что это за аппараты окей пошли дальше так кто у нас тут патриот уху fire lady это nissan fire lady z и его маленькая копия как вы относитесь к японскому автопрому в 80-х 90-х магнитофон японский не ну определенный стиль в японских машинах конечно же тоже есть еще парочка японских магнитофонов бомбит ха бомбит хитачи тошба это что за малыш honda а что это такое тут есть даже фара что это это мини мотоцикл что ли япония это как будто вообще другой миф автомобиль карета посмотрите какое милое окошко так если пассажиры едут ну я бы не сказал что в комфорте и в тепле но вряд ли тут был какой-то вообще комфорт и какая-то там была печка чтобы было тепло но водитель был вообще просто на улице ха делони бельвиль роскошная карета роскошная смотрите запаска двойная охота нажать на клаксон но не буду кожаный салон деревянные колеса какая-то огромная просто гигантская карета она высоту как газель какие маленькие дверцы и сюда нужно прямо взбираться взбираться это просто гигант и давайте посмотрим что это мерседес 912 год но он просто огромный даже по современным меркам так и 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 Это конец 60-х, начало 70-х, чисто 70-е, 80-е. Это явно уже после реставрации, потому что я уверен, что с завода они шли намного хуже. Но вы посмотрите, какой стиль. Это ведь, опять же, вкладыш из жвачек турбо. Не, ну тоже неплохо, дольше с рт. Да, ну это наше время, а вот это прошлое. И вот на таком прошлом я бы ездил с удовольствием, но только по выходным. Это, по-моему, тоже Chevrolet Camaro Z28. Двери, двери, смотрите, как открываются двери вместе с крышей. Додж-чарджер. И это дедушка, вон того синего Доджа-чарджера. Скрытые фары. Вот за этой площадочкой видно, да, она прям такая отдельная. Она открывается, и там фары. Офигеть, корабль, вы посмотрите. Просто корабль. Яхта. То есть, ну это реально дерево. Там дерево. Везде дерево. Сколько он литров жрет, интересно. Вот это 50-е. И чем-то напоминает наш отечественный автопром примерно того же времени. Ну там, как Запорожец, например. Он, по-моему, тоже подлежит реставрации. Реставрацию. Эль Камино. 59-й год. Вот это просто стиль. Вон там яхта отреставрированная. Эта яхта еще пока нет. Здесь можно делать бассейн. Но тут уже не сделаешь. Тут уже все из дерева. А здесь пока еще потенциал имеется. Додж. Бычара. 79-й год. Это переделанный пикап. Или он такой и выпускался? Нет, навряд ли. В то время таких не выпускали. А вот это бомба. Вы посмотрите просто. Какой дизайн. Американская школа дизайна просто разворачивалась на всю катушку. Chevrolet Apache. Панель Venn. 61-й год. Панель Venn. Ну а примерно с этого рисовались наши советские автомобили. Волга. Чайка. Да даже москвичи в какой-то мере. Это Chevrolet Impala. 58-й год. Линзованная оптика. В то время такого не было. Chevrolet. Chevrolet. Седан. Я бы не сказал. Delivery. Это для доставки что ли? Ладно. Поехали к Cadillac. Кадиллаку. Это из фильма Jeepers Creepers. Это Chevrolet Divco. Даже название слышно. Divco. Milk Delivery. А. Для доставки молока. Milk Delivery. Да. В Америке доставка была еще в те времена, когда у нас... Что у нас было в 42-м году? Итак. Пушка-гонка. Семерка. Номер какой-то странный. Еще одна пушка-гонка. Ну это вот для ралли вообще топ. И Rolls-Royce. Раллийный. Возможно, такие на самом деле были. И скорее всего, да. Зис. И вы посмотрите, сколько хрома. Он просто весь блестит. Роскошь в абсолюте. Ну, для того времени, конечно. И опять же, американский стиль. Американская школа дизайна. А это у нас английская школа дизайна. Ну, либо вот еще. Тоже Rolls-Royce. Дух экстаза. Огромные фары. Намного больше, чем моя ладонь. Гигантская подножка. Насколько она огромная. Маленькая дверь. Насколько она маленькая. И еще более маленький салон. Здесь, по-моему, вдвоем ехать, ну, просто будет максимально тесно. Задний ряд, конечно же, для хозяина этого автомобиля. И для хозяина жизни на то время. О, гангстер-мобиль. Это, походу, тоже Rolls-Royce. Да, это тоже Rolls-Royce. Просто Mercedes. Все? Ну, что, все? Не такой уж и большой автосалон. Но, тем не менее, было прикольно. Было круто, интересно, увлекательно, захватывающе, познавательно. Все.